итак всем привет я записываю летсплей на карту good day и даже настроение поднимает это название потому что обычно у нас всякие названия вроде там я не знаю нашествие демонов какая-нибудь там ужасная ночь или апокалипсис я не знаю все что угодно связано там с демонами или с чем-то ужасным но очень редко попадаются позитивные названия вот я помню только не так вспоминается только green day от мемфиса ну да название похожее тоже но вот это название более позитивное good day как сказал автор на базе там пошло что-то не так но при этом все равно день хороший что лично просто действительно поднимает настроение учит нас тому что не стоит унывать даже в таких не очень хороших ситуациях и ну как-то наслаждаться каким-то процессом расслабиться и наслаждаться и как-то расслабься и получай удовольствие ну ладно такое долгое вступительное слово было пожалуй приступим я подключил как вы видите beautiful doom захотелось мне так как-то говорил шелдон купер жизнь без капризов не жизнь кстати говоря так ладно давайте по порядку мне нравится оформление небо знакомое где-то я его уже видел по моему шадова но тем не менее хорошие вот что мне доставляет здесь так это вот эти вот инструменты особенно фонарик и вообще вот я не знаю динамическое освещение вроде есть так здесь можно было тоже динамическое освещение поставить к этому фонарику да в общем инструменты у нас здесь гаечные ключи и отвертка и вот это я не знаю может быть автор хотел изобразить гвозди конечно какие-то но скорее всего это такие вот уголки как они называются а ну да они так и называются уголки или как-то иначе все таки ладно не помню уже кронштейны вроде вот так ну в общем база выглядит очень даже хорошо кстати меня вот эти вот бочки радуют даже крыша у них такая вот с лопами сделано кстати баг здесь должна быть черная штука вообще пейзажи конечно вот мне что нравится автор сразу подошел серьезно к так сказать оформлению масштабную пусть он сразу сделал большую улицу всю ее украсил здесь нет пустых мест ну за исключением совсем уж задних тех локаций там где деревья но в принципе там и не нужно особо оформлять обычно вот и собственно задники есть это уже очень радует так и здесь где-то мог спрыгнуть по моему там а здесь потому что лестница значит вот мне что не нравится конечно это невидимые стены вроде как подвозу если здесь прыжков не должно быть то наверное их нужно отключить через map info это все не классика это какой-то задрону то есть думы семейства все они map info понимают он кстати вот эта будочка мне тоже нравится ну забавно все это сделано да даже вот труба вроде как или что-то такое как вы видите то есть внимание к мелочам и продуманная локация есть на что посмотреть все это не абстрактное что-то более менее интересное понятная локация секрет то есть у нас было здесь 26 этих черепков так интересно а вот на ящике нет могу запрыгнуть на ящик перелезть через забор нет не пускают здесь бы вот кстати я бы здесь сделал знаешь автор что прошу прощения автор кстати у нас вада черт я забыл я хотел посмотреть перед записью но забыл потому что я давно уже скачал ваты как-то уже забыл кто там автор хорошо название не забыл ладно я все говорю да не о том в общем я бы здесь вот забору прикрутил эту текстуру решетки но не целиком вот наверх так ее а вот буквально там ну сколько там пару сантиметров да то есть получилось бы как что-то вроде колючей проволоки но здесь бы получилось что под напряжением якобы и тогда было бы понятно почему мы не можем перелезть это было бы логично и кстати красиво бы интересно выглядело ладно я столько времени обсуждаю стартовую локацию но тем не менее действительно она этого стоит не сказать конечно что шедевр но если автор новичок это для новичка вообще круто немногие так сказать мапперы супер с опытом могут так сделать продумать локацию и напомнить ее детали так ну здесь конечно ошибка вот это вот коту на которую я всем указываю и уже задолбался говорить об этом что нужно вот такие вещи всегда блокировать линии чтобы на них нельзя было вот так забраться потому что это очень бесит видите постоянно зацепляешься и залазишь куда вообще не нужно хорошо ж такое да да я все никак не вылечусь точнее я и не лечился надеюсь что само пройдет вот опять эти видите детали выломанные эти мониторы о кстати наверх не посмотрел а вот тут у нас баги не посмотрел бы наверх не заметил не знаю может быть это конечно баг гозы потому что вроде как ватт под задроном хотел уж сказать скул так все никак я не привыкну что существует задроном лампочки кстати ничего так вот даже провода от них идут видите все автор внимательный к мелочам я считаю этому вату не хватает новых текстур мне конечно самому очень долгое время нравилось мать исключительно стандартными текстурами но такому воду мне кажется нужно новые текстуры потому что он того заслуживает то есть уже по локациям видно что все это можно было сделать вообще конфеткой оно и так хорошо выглядит но тем не менее вот сканер то есть мы действительно автор думал когда делал что-то не какая-то абстрактная база в виде набора коридоров а здесь все есть что на базе по идее должно быть красиво потолок сделал надо на вооружение взять кстати потому что я все время когда делаю потолки на лестнице я постоянно не знаю как бы их так оформить а вот здесь очень красивое решение такое мне нравится ну давай чё что такое же лучше вот это мне не нравится здесь следовало бы другую текстуру поставить это вот напольное черное как-то на слов очень некрасиво ложится так и вот опять таки мы можем сюда залезть на все это вот неприятно какие-то генераторы похоже здесь что-то у нас было они это похоже не не генераторы а какие-то бочки хотя хрен его знать здесь значок молнии нарисован но под ним вода здесь его содрали видите здесь стоял такой же как и здесь но даже вот эти или как они держатели остались то есть все есть на что посмотреть есть за что глазу зацепиться да это локация конечно бедновато особенно потолок она контрастирует просто с предыдущими портит впечатление если берешь высокий уровень детализации то следует его соблюдать по всей карте иначе когда контраст это хуже чем если бы вообще декораций ну карта пока что не напряжная по димплею так что я даже особо не стараюсь как вы видите это у нас подъемник ну да вот все есть все что должно быть на базе на складу на складе вернее подъемник затем не вот это вот интересно туда можно попасть было бы круто я не знаю за дронами есть 3d полы если нет то автору следует лучше уж тогда подвозу маппить потому что в ней есть и полы и все остальное кто же этот такой вот подъемник как он а конвейер конвейер но здесь у нас закрыта жаль вот я очень люблю когда на картах есть всякие проходы которые вроде бы как бы ну не двери то есть когда здесь можно вот по конвейеру куда-то уехать кстати по моему я там что-то вижу да действительно он скорее всего откроется чтобы куда-нибудь можно было залезть поломка у двери сделано очень хорошо мне нравится верю что дверь сломалась хотя вот тут с текстурой что-то не так стекла не бьются в смысле не простреливаются что тоже плюс потому что меня очень бесит когда бумовских водах у нас любят делать прозрачные стекла ну то есть полупрозрачные и через которые можно стрелять и якобы они как бы бьются но мы этого не видим да и через них поэтому можно стрелять меня это вообще убивает просто когда я такое вижу я считаю что если уж делаешь стекло полупрозрачные ну то есть когда текстуру накладываешь какого-либо стекла то нужно делать чтобы оно было непростреливаемо в противном случае нужно делать просто проем да конечно line us у нас любит получать всех но никуда от этого не деться так я вот не понимаю ничего не открывается сюда и нажимаю сюда тоже стоп это дверь нет а подождите у меня же желтая ключ карта есть тормоз тормоз так куда нужно было сюда вот кстати я бы здесь свет улучшил ну то есть лучше как сказать увеличил уровень освещенности вот в этом секторе чтобы как бы лампочка горела ну простейшие ловушки вот кстати не такие простейшие как я подумал это радует лампочки секторами вот все такие мелкие детали они составляют впечатление о карте часто не всегда но часто потому что казалось бы зачем их делать на текстуре все нарисовано но хочется чтобы было красиво и интересно вот авторы делают вот здесь тоже стекло кстати очень чистое и тоже не простреливается что меня радует вот эти кстати штуки тоже меня радует я не знаю что это похоже какие то я даже не знаю вроде как укрытия ну в общем здорово они выглядят я когда-то тоже хотел сделать вот похожие вещи только я хотел сделать пирамиды и они должны были быть с текстурой проводов всяких ну там я тоже видел провода то есть вроде как частичка отломилась обшивки видно эти вот провода всякие микросхемы здесь у нас линию такие трубы идут все здорово короче о я кстати никогда не понимал как делают вот такие вот штуки когда решетка на полу прозрачная я никогда этого не понимал как это делать так что кое в чем ха автор сего вада меня опередил знает больше чего ну похоже пора начинать играть нормально не лентяйничать а потом закончились а не успел а жаль так у нас аптечка где-то было стоп день туда пошел бы откуда я пришел на потерялся и здесь я не был я потерялся и мне страшно а вот отсюда так что-то мне подсказывает что как-то сюда можно попасть отсюда отлично пойдемте-ка за другой аптечкой как раз кстати вот эти лампочки здесь лишние когда здесь идет вот такая арка с лампочками и вот зачем-то сбоку к ним прикреплены такие еще лампочки это странно тем более что они только один такой сектор больше в комнате их нет я не говорю что нужно еще повесить и тогда будет нормально нет лучше просто убрать да вот куча закрытых дверей что я не люблю на самом деле но я уже не буду на комментировать такие очевидные вещи как ооо смотрите провода стоп не вот это я прокомментирую то есть получается что конвейер как бы необычно вот как их делают прямой такой сектор а здесь еще со слопом то есть действительно похоже на настоящий конвейер блин этот ватт меня радует все больше и больше и знаете что я даже не обратил внимание о та самая дверь я даже не обратил внимание на то что музыка стоит стандартную ну то есть не совсем стандартная с другого уровня но тем не менее из дума 2 она конечно всем тоже надоело бак здесь потолок нужно сменить так вот что такое не понимаю я так понял что это какие-то коробочки с проводами а почему-то она не доходит до сюда тогда зачем она вообще сюда идет или это освещение такое красное ну странно вот обилие вот таких вот проводов кстати мне напоминает о ваде как же он назывался-то я не помню блин я даже не помню кто его сделал у меня летсплей был там еще было написано секторами лоу его сделали то ли к новому году то ли юбилею сайта уже не помню почему-то там был сделан приурочек да не стоит что-то вспоминать если не помнишь ни хрена ну что поделать такая у меня память ха ну давай 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 я хочу комментировать кто-то забыл закрыть кран судя по всему только самого крана здесь нет почему-то вот это плохо а в целом мне все нравится кстати пропорции очень даже неплохие даже ручку у холодильника сделано что редко встретишь и она даже как бы секторная точнее текстурами там конечно видно но тем не менее шкафчик сортир какой-то он низкий это дырка что ли такая на которую ну там вернее встаешь вот так или садишься на корточки я не знаю за навесочку душа о прозрачная отлично только стоило текстуру выровнять чтобы она чтобы она ну шла по порядку так сказать по линии я просто когда посмотрел я подумал что она не будет прозрачной ну то есть проходимой то что она проходимая это опять таки плюс то есть все ну все как надо сделано блин побольше бы таких вадов слушай автор извини что я не помню твой ник давай ты сделаешь какой-нибудь вад в реалистичном стиле там про город или про квартиру то есть вот у тебя здорово получается я такое обожаю но никто практически не делает если у нас делают города то как правило это достаточно пустые улицы скучные однообразные где дома просто вот квадратами сделаны в некоторые конечно можно зайти но внутри все как правило очень детализированное такое примитивное и я бы сказал аркадное уж слишком да сдохни то есть люди не утруждают себя там деталями реализмом а между тем это как раз и как бы вводит так сказать игрока в игровой мир и заставляет исследовать то есть интересно же на самом деле все это рассматривать и просто ходить по каким-то узнаваемым локациям то есть не по абстрактным коридорам а где действительно понятно что и что есть что вот книжки ооо кстати вот это круто я не знаю эта текстура такая уменьшенная что ли или как то в гозах можно ну в думах я имею ввиду можно масштабировать вот это здорово конечно жаль остальные книжки не такие вообще было бы прикольно написать даже на книжках что-нибудь там названия какие-нибудь я не знаю шотган для чайников истребление демонов с сигаретой в зубах что за бред я несу не знаю первое что мне приходит на ум каким-нибудь все что вы бояли как там все что вы не знали об ну нет скажем все что вы не знали о думе но боялись спросить это конечно тонкая пародия на одну известную книжку здесь вот у нас судя по всему ящик открыт но какой то он большой или это ну ящик для мусора может быть да и кстати вот здесь тоже огорчает что такие вот интересные реалистичные локации но тем не менее новых текстур нет кстати вот здесь меня тоже радует вы смотрите не просто копипаст автор делает разнообразие то есть здесь занавеска упала и кстати здесь кровь кого то здесь замочили прямо в душе мочить в сортирах как сказал наш президент великий великий и ужасный так зачем сюда можно пролезть если а ну видимо загородили да то есть это вход но его загородили и почему то тут все красное я вижу огонь горит ну забавно жалко что такие эффекты вроде тумана не используется на остальной карте я пока что практически не видел даже динамического света что очень огорчает поскольку если делаешь под всякие издумы то нужно как минимум использовать динамическое освещение иначе по моему смысл вообще теряется порта здесь холодильник открыт жалко что ничего не видно темнота холодильник настолько суровый что блин темный штанишки чьи-то лежат кстати шортики или все таки штанишки не знаю как же меня задолбал кашель вы бы знали вот плитка здесь такая не подходит и вот это как раз аргумент еще раз к тому чтобы использовать новые текстуры потому что по моему в думе особо и нет такой плитки чтобы подходила под ванну или кухню автор положил то что есть но следовало бы положить что-то новое кусок мяса то есть все продумано все детализировано а я здесь был так так ну хорошо квартиры или как это каюты каюты я исследовал что тут такое это лифт или что ой 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 это чтоб я не заскучал автор мне выпускает монстр да ах ты нехороший человек так так по моему я взял синюю ключ карту мне нужно куда-то с синей дверью так отсюда я пришел хорошо я до сих пор в этой локации путаюсь кстати здесь так много ходов что глаза разбегаются и это хорошо я люблю нелинейность кучу всяких ходов особенно не только дверей но и всяких вот конвейеров там и прочего жалко что здесь нет хода дальше так синяя дверь синяя дверь где она была что у нас здесь я уже забыл или я здесь не был нет был закрыто закрытые двери это плохо конечно здесь даже не поспоришь фух неужели надо идти сюда по-моему здесь просто запертые двери были а это странно так подождите а да она не нажимается ну что поставлю пока я на паузу поищу синюю дверь ну да я нашел дверь я помню что где-то видел синей лампочки но не запомнил где именно ну короче вот в этой локации вот она можно зайти в эту будку управление кресла какие-то уж слишком маленькие хотя может быть как раз под монстров они подходят но для игрока у которого неправильные пропорции по сравнению с реальным человеком оно конечно смотрится так не очень что тут такое кстати баночки или что или это лампочки такие кстати здесь тоже баг опять помню такой а откуда вас столько обожаю кровавые брызги по утрам так все что ли а сюда мы пролезть не можем вот здесь а ну да стекло здесь не поставишь потому что оно должно было быть простреливаемым ну ладно тогда нужно было приседание отключить в мап инфу потому что здесь опять невидимая стена если так подумать попытаться пролезть так сохранюсь я на еще один слот а то вдруг гоза зависнет черт я сохранился блин я сохранился на тот же слот на который я сохранялся для вада вояжер это в ад бивни блин мой идиот похоже все придется переигрывать ну ладно потерпим не сахар эй 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 не достанешь да блин такая локация неудобная прям для сражения с арчвайлом фу надо бежать а у нас пулемет есть уже это хорошо я уж боялся что с пистолетов удается опять добивать так сказать делать контрольный или кучу контрольных вот не хотел бы я оказаться на месте этих зомбарей потому что очень так неприятно когда вас куча в вагоне и вас через окно ну вы никуда выбежать не можете и вас расстреливают просто из окна получается как скот загнали в какой-то вагон и расстреливают ну в принципе эти зомби большего и не заслуживают наверное но я бы на их месте не хотел оказаться о кстати интересно вроде как секрет но почему то здесь не отметилось что секрет сюда войти нельзя монорельс кстати а не просто поезд так здесь у нас что а это гильзы вот здесь есть динамический свет но по всей карте его нет это плохо невидимая стена ну ладно здесь можно было бы ворота что ли сделать какие нибудь хотя бы текстурные ну ладно это конечно мелкие гидирки кресло если его так можно назвать очень странно ну что ж это карта действительно подняла мне настроение она полностью оправдывает свое название учит нас тому что не нужно унывать в таких ситуациях как вот на этой карте нужно получать удовольствие стараться находить положительное ну ладно философствовать не буду так вот автору я желаю поправить баги во первых во вторых ну я не знаю фичи с дума он не так чтобы особо использовал за исключением слопов слопов здесь много это конечно хорошо но мне кажется под классику тоже было бы все это нормально но если он хочет делать ньюскул такой то обязательно нужно да в принципе если под классику тоже ему просто необходимы новые текстуры вот если ему лень их собирать то пусть возьмет мой ват стилу ван комплекс допустим или там таксиламиновую луну просто возьмет оттуда текстуры там сакрамент тот же там тоже много текстур хороших в принципе те же самые ну да вот и ему просто нужны новые текстуры потому что он делает такие локации более менее узнаваемые реалистичные они со старыми текстурами вот этими абстрактными выглядят не так хорошо как могли бы а ведь локации интересные и детали тоже ну и конечно второе что я хочу пожелать автору вернее уже третье да получается я хочу ему пожелать начать делать какой нибудь ват про реалистичный там я не знаю город квартиры или там деревню дачи все что угодно то есть в реалистичном стиле вот в котором у меня вот была таксиламиновая луна допустим да да таксиламин ну ну конечно я переманиваю его так сказать на свою сторону темную но действительно у парня получается и мне нравится я бы хотел поиграть в такой ват а то получается что я как бы один такие ваты делаю более менее реалистично ну ну конечно кто то еще делает но там не особо реализмом пахнет в большинстве случаев там обычно все очень как то так аркадно и просто примитивно детали особо нет и все такое ну не чувствуется короче город видно что это какие то тоже абстрактные локации обтянутые реалистичными текстурами скажем так я такое не люблю меня это очень даже отпугивает я бы так сказал уж лучше бы тогда абстракт делали вот но у этого человека получается все делать так что я ему желаю сделать что-нибудь такое реалистичное я бы в это поиграл ну а всем остальным я желаю не унывать и чтобы каждый день был хорошим как на этой карте до свидания спасибо за просмотр сегодня 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 я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok